Рыки Рыки Эх, только она мне не отвечает Может, ей не интересно? У тебя даже фотографий нет Что за имя Фиксик-2? Фиксик-1 был занят Надо твою страничку заполнить Ну, это, как его, профиль Общаться с друзьями можно не только во дворе или школе Но и в интернете Или в Фиксинете, если у Фиксика Когда мы хотим больше узнать о ком-то Мы заходим на его личную страницу в сети Она называется «Профиль» Там можно найти имя и возраст Посмотреть фотографии и прочесть, кто чем увлекается Если, конечно, про это будет написано Но все секреты лучше не раскрывать Давай эту поставим Слишком скучно А что, если поколдуем? Вот! Ты прям звезда! Осталось имя придумать О! Энергайзер! Теперь профиль, что надо! О! Написала! Привет! Давай дружить! Сработало! Привет! Давай! Ты правда звезда? Ха! Не знаю Но мои фанаты так говорят Пригласишь на свой концерт А давай я тебе позвоню и сыграю Ты же играть не умеешь! Я целых три аккорда знаю Главное – уверенность! Ну как? Ну как? О! Ну так я же звезда Готова услышать новую песню? Конечно! Посвящаю ее тебе О, Деда! Стоит прекрасная погода Красивей ты Любого парохода Мне не хватает водорода Осторожней! Звезду достану с небосвода Это что? Все фальшивое? Ты не так поняла Я объясню Все ясно Прощай Деда! Интернет? Очень полезное изобретение С его помощью Легко узнать что-то новое Получить ответ на вопрос Связаться с дальними странами И все же не стоит забывать В сети могут таиться опасности Люди общаются в интернете Чаще всего не видя друг друга Лица скрыли виртуальные странички Профили Но вот беда Профили легко подделывают Или крадут злоумышленники Они могут просить деньги Узнавать у тебя пароли Или выведывать другие секреты Твой приятель шлет странные вопросы Внимание! Его профиль могли взломать Позвони ему и все узнай Так поступают настоящие друзья Может сделаешь настоящий профиль? Вдруг она захочет дружить с Файером? Нет, Нолик Теперь уже не захочет О, Верта А ты чего грустная? Да вот Познакомилась тут с одним Говорил, что звезда А оказался... Эх... А на гитаре он играл? Играл... На такой Да И зовут его... Энерджайзер Это был ты! Ну привет, Диода! Обманщик! От обманщицы слышу! Джулик! Я, а ты... Эй, Диода, Энерджайзер! Не ссорьтесь! Верта и Файер все равно лучше! Почему? Потому что вы настоящее! Видеосвязь Срочно включи камеру Это я, Симка Так я и знала Нолик, ты почему не в школе? А что, пора? Давно пора Лечу! Симка, а это и есть Ваша школа? Вообще-то Это лаборатория Профессора Чудакова А в ней наша школа А там кто? Сам профессор? Где? Ну ты даешь, Дим Димыч Это же манипулятор Чего? Ну, такая Железная рука Ух ты! А покажи, что там у вас Еще есть Как же я покажу? По видеосвязи Компьютеры и планшеты Умеют связываться между собой По интернету Поэтому через них Можно разговаривать С другим человеком Как по телефону А если в компьютере Есть видеокамера То он может передать Через интернет Не только твой голос Но также изображение Это называется Видеосвязь С ее помощью Можно и слышать друга И видеть его И показывать ему Все, что видишь сам Ладно Смотри Вот здесь у нас Химические приборы А здесь Видал, Дим Димыч Я уже тут Ого! Быстро долетел Ну и тут отойди Ты лабораторию заслоняешь Ничего я не заслоняю Уйди не мешай Не уйду Дим Димыч Что это ты смотришь? Я? Превратимся в Индике Можно? Он нас заметил Я смотрю мультик Про смешанных человечков Я тоже хочу Да этот мультик неинтересный Я его уже видел Вот этот Синенький человечек Сейчас будет прыгать Он что, издевается? Прыгай давай Ты мультик А эта рыжая девочка Будет Петь И танцевать Действительно смешные Они еще быстрее могут Ну ладно Не буду мешать Все, отдыхайте Папа ушел Ну Дим Димыч А чего это вы тут делаете? Кино смотрим А почему на моем компьютере? Извините профессор Простите Дени Евгеньевич Хорошее это хоть кино Ага Очень смешное Правда? Да Вот этот мальчик Он так смешно руками Размахивает И кукарекает Кукареку А сейчас он еще будет бумагу есть Я же не могу все сразу Так-так-так-так-так-так-так Кино говорите Кино говорите, да? Кино Людям всегда было интересно увидеть Что происходит там, где их нет И они придумали, как передавать изображение на расстоянии Сейчас, не выходя из дома, можно посмотреть, что происходит на соседней улице Или вообще на другом конце земли С помощью видеосвязи врачи помогают коллегам делать сложные операции Учителя проводят видеоуроки А ученые – видеоконференции По видео можно попасть на спектакль в другой стране Даже находясь в космосе, человек может почувствовать себя как дома И просто поволтать с друзьями Да что в космосе? Уже почти в каждом планшете и телефоне есть видеосвязь Это наш друг, Дим Димыч Очень приятно А я профессор Чудаков Так вы, значит, тоже друг Фиксика? Да Но это секрет Ну что ж, рад познакомиться Друг моих друзей – мой друг Микрофон А еще я думаю, не сходить ли нам в кино Эй, у меня больше слов было Слушать надо уметь Говорить надо, короче Нолик, ты... Чего не поделили? Да так, я тут письмо Ваське пишу Это я пишу? У меня палец болит А Нолик сам предложил помочь Я же не думал, что ты такой болтун О! Ясно Дим Димыч Ха! А ты в курсе, что Ваське можно позвонить прямо по компьютеру? Да ну! Вон, трубочку видишь? Жми на нее Привет! А на какой фильм пойдем? Привет! Да на любой Только не на пиратов И не на роботов Алло, Дим Димыч Ты чего молчишь? Я не молчу! Алло! Алло! В микрофон говорит А у меня нет микрофона Ну вот, поговорили Тогда в наушники говорим Симка, ты чего? Наушники, чтобы слушать Шутишь? Не шучу В микрофон говорят А через наушник слушают Но и там, и там есть мембрана Такая специальная пленка Мембрана в микрофоне Нужна, чтобы поймать звук А потом передать его по проводам В виде электрического сигнала А в наушники Электрический сигнал С помощью мембраны Снова превращается в звук Получается, что микрофон и наушник Устроены похоже Только используются по-разному Так что, прямо туда говорить? Васька, алло! Да погоди! Наушники сначала надо воткнуть туда Куда втыкают микрофон А-а-а, понял Говори! Теперь это микрофон! Васька! Ты меня слышишь? Да он слышит А ты нет Нолик, переключай гнездо для наушников Я роботов уже смотрел И я смотрел Нолик! Кто же их? Не смотрел Не смотрел? Ну, давай сходим Да не хочу я Мне эти роботы надоели хуже пиратов На пиратов? На пиратов? Ну так ты уж реши На пиратов или на роботов Да не туда и не туда Нолик, ты все запутал Я запутал? Да это вы с Васькой друг друга не слушаете Я придумала Вам нужно как разведчикам по рации Когда все сказал и ждешь ответа Говорить прием Точно Когда мы звоним по телефону То используем сразу два канала связи По одному каналу мы говорим По другому слушаем собеседника А иногда бывает, что собеседников связывает только один канал Вот, например, моряки и таксисты пользуются рациями По рации можно только слушать, что говорят другие А чтобы самому что-то сказать, нужно нажать специальную кнопку Тогда тебя слышат, а ты нет Тут главное говорить по очереди Если все будут болтать одновременно, никто ничего не поймет Чтобы показать другим, что ты закончил говорить И готов слушать, просто скажи слово Прием! Васька, алло, а давай фразы ветчиков играть Будем говорить после каждой фразы Прием! Прием! Давай! Так ты в кино пойдешь? Прием! Не, расхотелось Пошли лучше мяч погоняем Прием! Пошли! А с кем ты там разговаривал? Прием! А... А... Это военная тайна А разведчики тайны не выдают Классно получилось! Спасибо вам! Прием! Ой! Мы старались Прием Да уж Так вообще прием Интернет? А может это не похоже Скорее... Но, голубчики, зачем звали? Да вот, какой-то неизвестный прибор Что бы это могло быть? И может это напольные весы? Или напольные часы? Стойте, а инструкция к этой штуке есть? В том-то и дело, что нет Непорядок Что ж, будем разбираться А с чем это вы тут разбираетесь? Вот это шайба! Прямо для слона! И название прикольное Ай-хобот Еще бы Ай-хобот назвали Или вообще Ай-хобот Не шумите Что же это за штука? Непонятно Может в интернете поискать? Где? Идите как сюда Без интернетов обойдемся Давайте, давайте, не мешайте Ну, как хотите Пошли, Нолик Сейчас мы все сами узнаем Так, а как? Так, название помнишь? Ага Ам... Ты не Эль Ой, ай-хобот Точно! Воно! Робот-пылесос! Он что? Сам пылесосик? Если робот, значит сам Класс! Чего? Только у Дим Димыча в компьютере нет! Нолик Это не у Дим Димыча в компьютере А в интернете! Со своего компьютера Ты можешь послать письмо на другой компьютер Или можешь другого компьютера Скачать к себе песню или фотку Это возможно потому Что большинство компьютеров в мире Связаны между собой в одну огромную паутину Эта всемирная паутина И называется интернет Благодаря интернету Мы можем заглянуть в любой уголок мира И найти информацию о чем угодно Это электронная овощерезка Нет, это принтер для круглых листов бумаги Чепуха Дедус, мы узнали, что это Опять вы? Не мешайте взрослым! Сейчас покажем Нолик, включай! Что включай? Даже не думайте! Три, четыре... Три, четыре! Ух! Играет! А-ха! Попадка! Держитесь! Ой-ой-ой! А-а-а! Держитесь! А-а-а! Что это было? Это робот-пылесос! Он сам убирает! И где вы инструкцию нашли? В интернете! Раз и готово! Прямо-таки раз и готово? Ага! Хотите, покажу? Покажи! Ну, давай! В интернете! Э-э-э, я с вами! Сколько весит слон, сколько весит слон Сколько весит слон, где узнать ответ Весит он пять тонн Весит он пять тонн Весит он пять тонн Скажет интернет Весит он пять тонн Весит он пять тонн Весит он пять тонн Скажет интернет Чтоб послать привет Чтоб послать привет Чтоб послать привет И получить ответ Пишем письма мы Пишем письма мы Пишем письма мы Через интернет Пишем письма мы Пишем письма мы, пишем письма мы через интернет Что, когда и где, что, когда и где Что, когда и где, нужен нам ответ Всё всегда везде, всё всегда везде Всё всегда везде знает интернет Всё всегда везде, всё всегда везде, всё всегда везде знает Интернет. Я Димыча, а я Катю. Так быстро я ещё никого не находил. Это всё только потому, что я большой. Кате это не мешает. Кстати, а где? Вам маленьким, и прятаться легче, и вообще всё, никаких забот. Уверен? Я бы с радостью побыл фиксиком. Жаль, это невозможно. Хм, возможно. Как? С помощью очков виртуальной реальности. Точно! У Кати как раз таки и есть. Жаль, она всё самое интересное пропустит. Как же, без меня вы очки не найдёте? Ой. Внутри очков виртуальной реальности есть две линзы, на которые выступает изображение. Оба глаза видят очень похожие картинки, но снятые камерами с разных углов. И мозг думает, что это один объёмный 3D кадр. Сколько ни верти головой, его краёк не видно. Кстати, все движения чувствуют датчики. Поэтому в виртуальных очках можно играть, кататься на аттракционах и даже тренироваться. Готово! Мы такую игру придумали! Сейчас проверим, какой из тебя фиксик. Тебе надо добраться до кухни и починить тостер за 5 минут. Мне и трёх хватит. Включайте. Ого! Какое всё огромное! Ой, мамочки! Прыдай! Высоко! Я говорил, он и минуты не протянет. Тыдыщ! Это было не трудно. А теперь доберись-ка до лестницы. Да тут всего три шага. Ха-ха! Ага! Сто тридцать три! Беги, Дим Димыч! Беги! Ой! А фиксибор-то где? Фиксика всегда выручает смекалка. Дим Димыч, хватайся за верёвку! Ааа! Мамочки! Ааа! Надо будет тоже так попробовать! Аааа! Кусачка! Привет! Кусачка? У меня дома? Шутка! Ай! Это же я! Ай! Ай! Рано радуешься, еще тостер чинит Минута осталась А как я без помогатора? Тоже шутка Помогите! Помогите! Тоскор, беги, дыши в пиксель Тут темно же У меня и волосы не светятся Спасите! Не хочу быть больше фиксиком! Первые очки, в которых можно было увидеть объемное изображение Изобрели еще в 19 веке Назывался этот прибор Стереоскоп Ничего не напоминает Сегодня в похожих очках Смотрят кино в формате 3D А теперь вернемся в прошлый век Тогда придумали первый аттракцион с виртуальной реальностью Затомывая голову внутрь вот такой машины Человек ощущал себя, например, гонщиком Он видел картинку, слышал звук Чувствовал запах И кресло под ним фибрировало А сегодня сидеть-то в одном месте не нужно Просто надеваете на голову шлем Берете пару датчиков И вы-выгряете Спасите! А-а-а-а! Спасите! Все, все! Снимайте! Кто я? Где я? Ну как? Легко быть фиксиком Никаких забот Пожалуй, я лучше останусь человеком А я другую игру принесла О! Вот тут ни от кого прятаться не надо О! Опять! Нет! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Шовка Голосовой помощник Фриц, там мама Дим Димыча Сегодня в 10.00 вы хотели сходить в магазин Точно! Я и забыла Алиса, спасибо Пожалуйста Это что, Симка прикалывается? Ку-ку, Симка, Нолик, вы тут? Погоди, голос был другой Может, там новый фиксик? Пошли в гости и узнаем Давай сначала познакомимся Ходить друг к другу в гости здорово Особенно, если соблюдать несколько простых правил Например, договариваться заранее и не опаздывать Хозяину будет приятно, если к чаю принести что-нибудь вкусное Ну и конечно, в гостях надо быть вежливым И вести себя прилично А то представьте, вы открыли дверь А гость, не раздеваясь, идет прямиком в комнату И даже не здоровается Садится за стол с грязными руками А потом вообще запрыгивает с ногами на диван Шуми, все хватает без спросу И при этом ни пожалуйста, ни спасибо Вам бы было приятно с таким гостем? Хе-хе-хе, не думаю Как ее? Алиса? Да, зовут Алиса! Алиса, привет! Добрый день О, отречает! Ты фиксик? Ну да А что, не похожа? Так мы не знаем Иди к нам Мне и тут хорошо Странная какая-то С людьми общается, а к нам идти не хочет Алиса, а у нас помогаторы есть Выходи, покажем Мне собираться лень Ой, да ладно тебе? А на фиксибордах погонять хочешь? В другой раз Хе О, а ты мультики любишь? Ага Хе-хе, сейчас точно выйдем А какие любишь? Хе, вот чудная Эх, сами выберем Включи мультик про ковбоев Одну секунду О, как ты в телевизор попала? Эй, скажи что-нибудь Обратно, что ли, убежала? Эй, ты здесь? Ах, может в пульте сидит? Кончайте прятки, Алиса Уходи Голова болит и устала очень Да как ты это делаешь? Она нас дурачит Стой здесь Увидишь, лови Ага Алиса, немедленно выходи Би-би-би Ах ты, дразница? Ну все С меня хватит Ты же сказал, нельзя Сюда Не догнали Летим к телеку Фри, Бик Я вас заждался А вы чего это такие? Алису ловим Кого? Алису Не в курсе? У вас новый фиксик живет Хе-хе-хе Фиксик Хе-хе-хе Алиса Это голосовой помощник Кто? Никто А что? Голосовой помощник Это очень умная программа Она устроена Почти как мозг Понимает, что ей говорят И выполняет команды Лучи в пульте Покажи погоду А теперь Найди в интернете Сколько ног у паука С ней можно даже просто поболтать Или выиграть Помощник живет Умных колонн Телефонных и телевизор И может управлять техникой Например, включая свет И пылесос Вот мы балбесы Думали, это живой фиксик Ага Еще и играть звали Да она все может Алиса Включи фиксипелку колесо Хм Ого Надо чинить Пока люди не пришли Алиса Подскажи Как готовить вафли Быстрее Алиса Не знаю Я электричеством питаюсь Что-что Мне нужен рецепт Вместе мы можем приготовить много всего Ха-ха Алиса А ты знаешь, кто такие фиксики? Фиксики – маленькие человечки Живут в машинах и приборах по всему миру Ладно, ладно Верим Знаешь Компьютер Надо же Быстро доставили О, новенький ноутбук Куда? Заметят Забыл-ка, вчера чуть не попался Ну не попался же Вот что Лети-ка в комнату И не спорь Посмотрим Компьютер состоит из монитора Клавиатуры, мышки И вот такого ящика Системного блока Его еще называют Мозгом прибора А у складного компьютера Ноутбука Все спрятано в корпусе Даже камера В отличие от своего собрата Ноутбук работает не только от розетки Но и от батарейки Да и современный телефон Это компьютер Он тоже столько всего умеет И влезет в любой карман Ой, забыл Я с опомогатором Папус, ты где? Ага, вижу Вы в моем компьютере Что? Мне нужны все эти программы И еще антивирус Установите? Отлично Пофиксите все как надо Пофиксите? Это мой сын так говорит Да, смешно Папус в компьютере? Я вам пока не нужен Тогда не буду мешать Ну, папус Нолик, ты почему еще здесь? Это ты почему с папой Дим Димыча говорил? Что? Фиксики с людьми не общаются И вообще, я тут был А в ноутбуке кто? Мася! Я ее с утра не видел Летим скорее! Ага, смотрю Давайте тут сохраним Не верю своим глазам Что там? Маша? Я? А что происходит? Ты с ним разговаривала? Ну, конечно Симка! Это она в компьютере С папой Дим Димыча общается Ох, нет Смотри, смотри Ну, попадет ей Кому? Симка, ты здесь? Ну да, а вы чего? Кто-то из нас Папе компьютер настраивает Вон! Ну, мы же все тут Кроме дедуса Точно! Там дедус! Он в плену! Папа его поймал Сапер И заставляет ставить программы Вы уверены? Да! Дедуса надо спасать! Со мной! Дедус! Что случилось? Мы думали, ты в плену Компьютер настраиваешь Я? Я ничего не понимаю Да, Нолик Мы тоже ничего не понимаем Зато я поняла Это не Фиксик А удаленный мастер Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ох! Какой мастер? Сломавшийся компьютер Придется нести в ремонт А если нужно Скачать обновление Удалить вирус Или разобраться с ошибкой Проще обратиться к мастеру Который работает Дистанционно То есть на расстоянии Он подключит Устройство Где бы вы ни были Главное Чтобы там работал интернет Теперь специалист Может делать с компьютером Все, что угодно Как будто сам за ним сидит Например, ускорить его работу Или настроить программу Кстати, удаленно сегодня работают Не только такие мастера Но и люди других профессий Программисты, бухгалтеры Даже ученые Правда здорово! Отлично! Все есть! Спасибо вам огромное! Кстати, еще хотел спросить Фиксик в плену! Кто же вам так голову заморочил? А чего я? Это папа Дин Димыча виноват И новенький ноутбук Кроссовки Бодрое утро! Привет, Дим Димыч! Смотри, какие мне мама кроссовки купила Они светятся! Ого! Классные! У тебя таких нет! А с чего ты взяла, что нет? Есть! Да? Покажи! Вот и покажу! Только зубы почищу Перезвоню У тебя правда есть светящиеся кроссовки? Нет! Эх! Зато у меня есть друзья Которые могут сделать все Даже такие кроссовки Или не могут? Вообще могут! Да там где лампа! Лампочки вставить и готово! Так, Морик, за батарейками Дим Димыч, у тебя кроссовки Ага А я к Судакову За светодиодами Ого! Какая тут подошва! У тебя тоже такая есть Да? Подошва кроссовок состоит из материалов Которые хорошо пружинят Или, говоря по-умному Амортизируют Поэтому, если в такой обуви Долго ходить, бегать или прыгать То спина и ноги не устанут Снизу подошва Всегда неровная С выемками и бугорками И даже шипами Чтобы не поскользнуться на траве А еще у кроссовок есть дыночки Или сетка Для того, чтобы нога не потела Звони, Катя Ну, и где же твои кроссовки? Вот Ого! И лампочки у меня ярче А зато я могу пультом управлять Смотри, горит Оп, не горит Ха! Мне только ногой топнуть надо Ври больше Ой, я тебя не вижу Ты тут? А? Тим Тимыч! Алло! Что? Твои кроссовки так не умеют Но у меня же есть друзья Которые умеют все Ах, есть Алло! Алло! О, теперь нормально Смотри Хоп, горят Хоп, не горят Хоп, горят Хоп, не горят Хоп, хоп, хоп А у меня огоньки могут бегать Подумаешь Да у меня тоже бегают И цвет меняют Тим Тимыч Ну что вам стоит? Это невозможно Последняя просьба Готова? Молик Бери краскопульт Вот сейчас они белые А захочу зеленые Или вообще синие Ну а можно Оранжевые Фиолетовые Голубые Голубые Желтые Знаете, почему маленький светодиод горит так ярко? Секрет в том, что внутри него спрятан специальный кристалл Который проводит электрический ток Сам кристалл выглядит как тоненькая круглая пластина Ее обрабатывают и режут на тысячи кусочек На каждом из таких квадратиков находится много крохотных частиц Электронов Которые переносят на себе электричество Если к кристаллу подключить ток Электроны тут же срываются со своих мест Оставляя за собой вот такие следы Когда в них попадает другой электрон Он вспыхивает Множество таких огоньков и дает сияние светодиода Ну что, мои кроссовки круче А еще у них есть колесики Колесики? Какие еще колесики? Симка? Ой Зато у меня есть друзья, которые... У меня есть друзья Вот пусть тебе эти твои друзья и помогают А мы пойдем Да, Нолик? Да И светодиоды заберем Дим Димыч, так же нечестно Вот-вот Согласен Колесики, это уже перебор А, значит, и у тебя все фиксики делали Чего только эти друзья не придумают Ага, то один, то другая А еще у них есть колесики О-о-о У мамы сейчас прямой эфир Ого, и меня покажут Дети, я в ремонт Десять минут до эфира, а в наушниках звук пропал Ах, и почему техника сама не чинится? О, может, я посмотрю? А ты разбираешься? Найти неполадку Выяснить причину Исправить С тыдыщ-тыдыщ И все работает! Ладно, можно и без тыдыщей А инструменты там Готово! А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились Ага Всегда пожалуйста! Знаете, такое выражение Есть контакт! Когда вилку прибора вставляют в розетку Или штеггер наушников В разъем телефона Их зажимает между пластинами Место, где они соприкасаются Называется контактом Контакт установлен Ток бежит по проводам И техника работает Как надо! Но если между двумя деталями Попадет мусор Или образуется ржавчина Ток не потечет И контакта не будет Раз-раз! Меня слышно? Лучше, чем раньше! Дим Димыч, ты меня спас! Пустяки! Контакт всего лишь почистил! Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю Сейчас сделаю Тоже контакт? Контакт! Ха! Да я мастер! Скорее, хвостун! Я для всех стараюсь! Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики! Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки Это еще что? Я дома все перечинил Ноутбук, посудомойку Помогатор Помогатор Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется Но электрические приборы Детям не игрушка Так он с выключенным справится Я при вас не могу Я стесняюсь Ладно, у нас пять минут Без меня не включайте Ты что наделала? Зови теперь фиксиков Что на этот раз? О, вы вовремя! Почините! Не-а! Ты мастер, ты чини! Я же не умею А ты скажи сто тысяч тыдыщ И все само починится Ну помогите, пожалуйста Я не буду хвастаться Ладно, поставь крышку ровно Ну вот, теперь есть контакт И все? Ха-ха-ха-ха! Во многих умных приборах Есть защита от детей И рассеянных взрослых Кладельник пищит Если дверца закрыта неплотно Стиральные машины Чайники Учуги Сами отключаются Когда работа закончена Соковыжималка, мультиварка или кухонный комбайн просто не будут работать с плохо закрытой крышкой Да что там! Современные автомобили умеют тормозить в случае опасности Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику все-таки не стоит Да и фиксики иногда могут запоздать с помощью Поэтому, пожалуйста, не оставляйте приборы надолго без присмотра И берегите их от поломок Всем пока! До встречи! Дим Димыч, огромное спасибо! Ты очень помог Да это не совсем я А кто же? Ему опытные мастера подсказали А вот оно что! Ой, а дашь их контакты, мне бы пылесос посмотреть Пошли! Нам еще пылесос чинить! Программа! Так, проверим Поздороваться! Доброе утро! Поднять руку Опустить руку Работает! Отлично! Здравствуйте, Евгений Евгеньевич! Приветствую вас, мои маленькие друзья! А что вы сегодня изобретаете? Я улучшаю манипулятор Теперь у него есть зрение, слух и даже голос Доброе утро! Ого! Ему бы еще мозги и будет совсем как человек! У него есть мозги! Видишь, профессор к механической руке компьютер присоединил Компьютер это и есть мозг? Ну не совсем! Компьютер просто железка! Доброе утро! Умным его делает компьютерная программа Представь, что ты пришел из школы домой и увидел записку от мамы Переоденься, пообедай, помой посуду, сделай уроки Примерно так и выглядит компьютерная программа Это набор команд, которые компьютер выполняет по очереди, одну за другой Программы еще называют приложениями Их в компьютерах, в планшетах, в телефонах очень много Именно программа делает технику умной Ну вот, программу поправил Смотрите, сейчас манипулятор по моей команде помоет эту кружку Внимание! Грязная кружка! Устранить проблему! Выполняю! Проблема устранена! Помою она! Не понял! Попробуем еще раз Убрать осколки! Не понял! Ну, поднести пол! Не понял! Очистить лабораторию от посторонних предметов! Понял! Выполняю! Вижу двух посторонних! Ты че делаешь? Посторонних! Прекратить! Это не посторонние! Это мои друзья! Так-то! Еще один посторонний! Я не посторонний! Еще один посторонний! Посторонний! Я свой! Посторонний! Я свой! Посторонний! Хватит! Стой! Фу! Что? Не достоясь? Руки короткие! Понял! Удлиняю руку! Стоять! Сидеть! Лежать! Сюда! Хватит! Ваша программа работает как-то не так! Ну уж, наверное, в ней сбой! Современные приборы часто работают под управлением компьютерных программ. А в программах случаются сбой. Например, ни с того, ни с сего вдруг срабатывает автомобильная сигнализация. Или компьютер прекращает выполнять ваши команды и делает что-то свое. Или телефон вдруг зависает и не откликается, сколько ни тычь в него пальцем. В таких случаях рекомендуется прибор перезагрузить или отключить, а затем опять включить. Иногда это помогает, и прибор приходит в себя. А если не помогает, то зовите специалиста. Он заглянет внутрь программы и исправит ошибки, чтобы сбои не повторялись. Что ж с тобой делать? О! Надо отсоединить манипулятор от компьютера! Гениально! Выдерните шнур, а я его отвлеку. Не надо, а это мое упаленное место. Два лица! И раз! И два! И три! Три! Ах, вот оно что! Что? Тут в программе ошибка! Ну вот, теперь манипулятор чудить не будет. Проверим? Ну уж нет. Хватит на сегодня. Нам еще порядок наводить. Не беда. Манипулятор нам поможет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Wouldn't mind. Больше. Да. У вас череска и вызвать декору.